Сотрудники Уральского государственного юридического университета по приглашению правительства нашей республики приехали в Южную Осетию. Цель визита – лекции студентам юридического факультета Юго-Осетинского государственного университета и обмен опытом с юго-осетинскими коллегами. Доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой теории и практики управления Уральского государственного юридического университета Александр Митин рассказал студентам и преподавателям об истории Уральского государственного юридического университета. Одному из старейших российских вузов 84 года. За это время университет подготовил не одно поколение квалифицированных кадров. Доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой криминалистики Александр Беляков отметил, что кафедра криминалистики ежегодно проводит конкурс, на котором студенты показывают свои знания. Александр Беляков поделился и опытом практических занятий на кафедре. Кафедра оснащена современным оборудованием. На компьютерах установлены тестовые программы и программа «Конституционный конструктор», которая воссоздает обстановку места происшествия. У нас есть уличный полигон, на улице полигон, там у нас стоит автомобиль, есть дорожки, следовые дорожки, есть участок обдороженной территории, где студенты выходят и проводят практические занятия. Мы создаем какую-то обстановку, совершено кража, бородеж, разбой, убийство, прикладывая планикен и разбиваем студенты на группу, пока шесть человек, и каждая группа начинает работать и в конечном итоге передает продукт, протокол осмотра места происшествия. Доктор юридических наук, профессор зав. кафедры прокурорской деятельности Евгений Эргошев читал лекцию о главных функциях прокуратуры. Прокуратура, как известно, выполняет две основные функции. Функцию прокурорского надзора за исполнением законов. И вторая важнейшая функция – это функция содействия с осуществлению правосудия. Прокурору участвует в осмотрении судами дел, уголовных дел, гражданских дел, арбитражных дел. И вот здесь функция несколько обусловлена принципом опосредственности, поскольку в суде прокурор выступает только с разрешения суди. Здесь он не имеет никаких властных полномочий по отношению к суду, лишь осуществляет определенные процессуальные полномочия, которые четко регламентированы законом, которые приравнены в силу принципа состязательности, приравнены к стороне, например, защиты из-за уголовного судопроизводства или судам или ответчику, если это гражданское судопроизводство. Лекция доктора юридических наук профессора зав. кафедрой судебной деятельности Владимира Базрова касалась расследования уголовных дел прошлого, которые рассматриваются в суде в настоящее время. Владимир Базров отметил, что это и есть процесс познания. Мы создали кафедру непосредственно в областном суде, что студенты, и мы руководим и практикой студентов, и мы практические вопросы, мы участвуем в исследовании, которые проводятся в областном суде, мы пользуемся, преподаватели наши пользуются теми данными, которые есть в областном суде. То есть вживую все это видят. И кто-то скажет, я хочу быть судей, а кто-то скажет, да мне это и не нужно совсем, я это все вижу. Но тем не менее процесс познания своей специальности, он более глубокий, не на пальчиках, не из книжек, а видит. Не зря говорят, лучше один раз увидеть, чем всем рад услышать. Процесс познания в чем заключается? То есть этот человек, то, что и следователь, и судья, что-то произошло в прошлом. Так ведь, да? Произошло в прошлом. Какое-то событие ретроспективно. И начинается познание. Мне надо узнать, что было в прошлом. Чтобы потом вот это прошлое, через следственные действия, через криминалистику, через уголовный процесс формализованный, я мог бы отразить приговор, а в конечном счете защитить права, чьи не были ущемлены, и наказать того, кто совершил это преступление. Поэтому здесь существует процесс познания. Сотрудникам Уральского государственного юридического университета были вручены благодарственные письма. Ректор Юго-Сетинского государственного университета ТДФ Вадим выразил надежду, что тесное сотрудничество между вузами будет укрепляться. Для Юго-Сетинского государственного университета важно международное сотрудничество. В частности, с Уральским государственным юридическим университетом. Уральский государственный юридический университет занимает высокое место среди всех высших учебных заведений Российской Федерации, которые специализируются в области юриспруденции. И то, что сегодня у нас в гостях такая представительная делегация, для нас это крайне важно, и мы в вашем лице еще раз передаем огромное спасибо вашему коллеге. И студенты, и преподавательский состав Юго-Сетинского государственного университета с интересом прослушали курс лекции.